В большинстве голосов бюджет принимается. Депутаты Ивановской городской думы утвердили главный финансовый документ областного центра на будущий год и плановый период 2014 и 2015 годов. 65% муниципальных средств будут направлены на социальную сферу. Бюджет сегодня города Иваново принят и мы считаем, что это все-таки событие, потому что сегодня есть основной финансовый документ города Иваново на 2013 год, что позволит городу все-таки развиваться планово. Это важно. Он социально направлен, мы это видим, что основные статьи защищены бюджетом, и поэтому те и заработные платы, и траты на социальные нужды, они все предусмотрены. В 2013 году будут продолжены все важные адресные муниципальные программы, в том числе поддержка молодых специалистов. Ежемесячные муниципальные доплаты в размере 1500 рублей останутся. Но помимо социальных обязательств, в городской казне предусмотрены средства и на развитие инфраструктуры. В следующем году будут открываться новые детские учреждения школьные. Как пример, это Вележская, 70, где будет произведена глобальная реконструкция данного учреждения и открыт детский сад на 240 мест. Это продолжится строительство дорог в городе Иванове. Это вы знаете генерала Хлебникова, она уже подходит к завершающему этапу. Это будут строиться новые линии наружного освещения. И многое-многое другое. Что касается компенсации матерям, дети которых ждут очереди в детский сад, то эти расходы на будущий год в бюджет не заложены. По словам Александра Кузьмичева, рациональнее строить новые дошкольные учреждения. Сегодня стратегически надо решить задачу, чтобы не выплачивать небольшие пособия, а в общем-то обеспечить всех желающих местами дошкольных образовательных учреждений. Бюджет города сопланирован таким образом, что в следующем году мы планируем открыть большое количество новых мест дошкольных образовательных учреждений. В этом году 330 мест открыли новых в детских садах, а в следующем году этот показатель будет значительно выше. Утвердили депутаты и новых членов Общественного совета города Иваново. По сравнению с предыдущим, первым созывом состав обновлен на 40%. Общественный орган будет действовать не два года, как это было ранее, а три.